Приветствую, друзья мои одноколейные! Сегодня я вам расскажу про два очень интересных мотоцикла марки Husqvarna. Они выпускаются в двух версиях – в версии эндуро и в версии супермота. Остановимся поподробнее на версии эндуро. Это мотоцикл, который нам позволяет уверенно себя чувствовать и в городе, причем увереннее остальных мотоциклов, поскольку мы можем объехать пробки по бездорожью, можем похулиганить, заехав на бордюры, на пешеходные дорожки. Не надо, конечно, этого делать. А также спокойно и легко лавировать в междуряде, поскольку мотоцикл по рулю достаточно узкий, плюс у него экстремально легкий вес – 145 килограммов. Это до городского мотоцикла очень мало. Пак у него 13 литров. Если дубасить не в форме деда на колесах, то хватит, наверное, километров на 200. Но если слушать музыку и размеренно ехать, то и на больший вариант расстояния. Этот мотоцикл мы можем рассматривать для дальних поездок, причем, в принципе, он подходит даже для планирования кругосветки. Тут все есть, что вообще нам может понадобиться. То есть, начиная от бездорожья какой-нибудь Тереберки или Южной Африки, заканчивая жуткими дорогами наших провинциальных городов. Многие райдеры для кругосветки делают тюнинг бака и ставят бак дополнительно спереди, который добавляет нам 6 литров топлива, что дает, в принципе, ход вместо там 200 километров, возможно, проехать 350-400 плюс. Для кругосветки важно, чтобы заправлялся мотоцикл отсюда. Это удобнее, если ты здесь огромное количество мешков разместил. Ну а для города и, в принципе, для развесовки мотоцикла очень интересно придумано, что бак размещен на хвосте, что как бы дает совершенно иное ощущение эргономики мотоцикла. Касательно подвески. Отбой и сжатие у нас разделен и, соответственно, размещен на правом и левом перьях. Ручка газа у нас электронная, не тросиковая, очень хорошо отзывается. У нас есть тут два режима. И первый режим, где более существенно срабатывает трекшн, а второй режим – более отзывчивая ручка газа и более резвый мотоцикл. Тут у нас, кроме пластиковой рамы, как бы мало чего сделано. И по итогу этот мотоцикл очень ремонтопригоден, если мы сами любим колупаться. Это одноцилиндровый двигатель. Вот тут как бы отвинтил, снял, и все у нас в доступе. Также я видела, что ребята делают такой интересный тюнинг. Вот эту вот защиту снимают и ставят металлическую установку, куда прячется инструмент. Достать его, конечно, своеобразно, но если мы планируем дальняк, то это будет преимущество такое. Ну а вторая версия 701-го – Супермото. Это я бы рекомендовала использовать, если вам интересно и трековая езда, и езда по городу с неограниченными возможностями. Вы видите, кстати, здесь резина изначально уже трековая установлена. То есть это нам намек, что мы, допустим, можем с одной стороны доехать до Крыма и поездить там по горам, и тут же спуститься на трек, например, Крымия GP, и поставить хорошее время. Подведу итог. Оба этих мотоцикла предназначены для такой отвязной езды, где бы вы ее ни планировали. В городе вы можете позволить себе практически все, на треке, либо по бездорожью. Ну а я с вами прощаюсь. Была рада видеть вас на своем обзоре. Пока-пока! Субтитры подогнали Симон.